В прошлый раз мы говорили о том, чего у Пруста нет. Вы припоминаете? Мы говорили о том, что у Пруста нет объективно значимых событий, каких-то глобальных катастроф, из которых можно вырастить захватывающий сюжет. Вспомнили? Мы говорили о том, что у Пруста нет так называемого объективного времени, то есть времени физического, времени, который для всех людей одинаковый. Зато у него много субъективного психологического времени, индивидуального. Помните, качнувшаяся на несколько страниц ветка боярышника, а затем фразы «прошли годы» и еще что-нибудь потом такое же, тоже замедленное. Вот этого всего нет. И мы продолжаем разговор о том, чего как раз у Пруста нет. Ну, чтобы мы не ожидали от него каких-то вещей, которые он совершенно не расположен нам предложить. Так вот, еще у него вообще, из того, что мы ожидаем от романа, вообще немногое есть. Вот там главное, чего там нет, чего нам еще может недоставать, материального мира как такового. Правда? Сюрприз. Вот нам так кажется, что мы окружены внешним миром, мы его воспринимаем. И он повсюду вокруг нас. Так вот, как раз того, что вокруг нас, вот у Пруста не найдется. Материальный мир окружающий человека, вот это то, чего у Пруста не следует искать. Он как будто бы намеком как-то представлен, но на самом деле рассеивается этот намек. И мы понимаем, что это только иллюзия окружающей внешней реальности. Так она изображена. Ну, это может нам показаться неожиданным. Мы как-то привыкли, что все-таки материальный мир существует, да? Ну, это может быть не очень, а вот так вот, да? Что-то есть, да? Нам так думается. Но при чтении просто эта наша уверенность рассеется. И действительно, ну вот смотрите, если мы погружены во внутренний мир человека, погрузимся на секундочку, ну, конечно, находясь во внутреннем мире человека, мы, наверное, не будем внешний мир улавливать с отчетливостью. Мы будем внутренний мир рассматривать. А внешне нам будет дано неотчетливо. Ну, какой сюрприз, какой неожиданный ракурс. Да нет. Это очень даже ожидаемый ракурс. Потому что ведь и мы и в жизни также помещены в наш внутренний мир, в мир наших ощущений, переживаний, наших впечатлений, накопленных за определенное время. И, конечно, мы действительно видим материальный мир, то есть окружающую реальность, неотчетливо. Это нас может смущать. Но при чтении просто это кажется нам вполне естественным. Каждый из нас замкнут. Замкнут в собственном внутреннем мире. В мире собственных ощущений, представлений. Это неудивительно, что окружающее кажется нам расплывчатым. Это только такая на самом деле иллюзия, будто мы отчетливо видим окружающие нас объекты реальности. И неудивительно, что мы часто оказываемся неправы выстраивая какие-то предположения о том, что нас окружает. Вот вы сейчас посмотрите вокруг. Вот вы думаете, что это так и существует. Вот я тут стою, и Пюпитр, извините, мы тут стоим. И вы тут все сидите с сумками, тетрадями. А ведь, может быть, это совсем не так? Откуда мы взяли, что это так? Мы же заперты в наш внутренний мир. И вот особенно это заметно, то, что материальный мир, то, что нам видится окружающим миром, что на самом деле это, возможно, все иллюзия, особенно это заметно, когда речь идет о любви. И вот на этом интересном моменте мы как раз в прошлый раз остановились с вами, правда? Вот, что было. Так вот, когда речь идет о любви, особенно заметно, что то, что мы воспринимаем как некие объекты внешнего мира, или как некий объект внешнего мира, скорее всего, окажется иллюзией. Вот смотрите, что говорит рассказчик о отношениях с Альбертиной. Там у нас речь идет о любви. Сейчас я вам прочту. Любовь. Вы так настроитесь на подходящий лад, да? Настроитесь? Любовь. Превращается в нечто огромное. Но мы не думаем о том, какую маленькую роль играет в ней реальная женщина. Ну или, прикинь, реальный мужчина. Альбертина, в случае с Прустом, Альбертина была всего лишь силуэтом. И все, что напластовывалось на него, на этот силуэт, было создано мною. Ибо то, что в любовь вносится нами самими, преобладает даже с точки зрения количественной над тем, что исходит от любимого существа. Вот представим себе, да? Итак, мы заперты в наш внутренний мир. Мы воспринимаем окружающую реальность лишь расплывчато, лишь силуэтами, какими-то отзвуками. Мы сидим в нашем внутреннем мире и не понимаем, где этот внутренний мир заканчивается. Вот вы смотрите на меня, да? Вы думаете, вы видите меня. Не знаю. Может быть, это совсем не так? Вот спросите нас конкретно, например, шарфик какого цвета? Ведь какого цвета шарфик? Наверное, многие подумают, люди подумают по-разному, на что он похож. Например, он похож на ветку боярышника, а вам, может быть, и нет. У вас наверняка будут какие-то другие совершенно индивидуальные ассоциации. И цвет вам покажется другим. От чего это зависит? От вас лично. Все, что мы видим, мы подкрашиваем цветами нашей личности. Мы все это видим в нашем собственном свете. И если мы точно сравним, что кто видит, вот под видом этого человечка, который тут руками размахивает впереди, да, что кто видит? Увидятся совершенно разные вещи. Человеку неведомо, где заканчивается его внутренний мир и начинается внешняя реальность. Потому что эта граница расплывчата. И может быть, он вообще только, только вот эта вот внешняя реальность только кажется ему. И точно так же, конечно, и с другими людьми. И, как это можно заметить в случаях с любовью, да, человек видит какую-то другую личность, он видит ее неотчетливо. Он видит лишь какие-то очертания, которые по какой-то причине подходят ему для неких проекций его собственного я. И дальше вот этот, так сказать, шарфик будет увиден по-разному. Будет увиден по-разному разными людьми. И, может быть, кто-то действительно спроецирует на него вот, ну, какие-то важные для себя представления. Но будет ли вот этот образ таким образом созданный, так созданный, да, будет ли он действительно похож на того человека, силуэт которого был нами воспринят? Едва ли, как мы догадываемся, ведь внешний-то мир нами видится неотчетливо. И вот они, разочарования любви, да. Мы на силуэт что-то такое напластовали, мы так его как-то увидели, порадовались, как красиво получилось, да. И в какой-то момент нашей биографии силуэт может начать, так сказать, ну, как-то шевелиться, да, как-то действовать. Что-то делать и по собственному почину, правда? И тут вот это деяние может прийти в страшный конфликт с тем, что мы, так сказать, напластовали вот на этот шаблон. И вот тут-то человека подстерегает разочарование, тут-то он расстроится. Это ужас, да, оказывается, ну, оно совсем не похоже на то, что мы думали, да. Вот сюрприз. Вот этот тот самый сюрприз, который непременно всчитан вот в бытие человека в этой жизни, потому что человек заперт в мир своих ощущений и, например, своей любви к какому-то другому человеку, или состоянии влюбленности, или симпатии, и так далее. Но тот другой человек, да, видится ему лишь силуэтом. Наверняка это прелестное открытие сделано было всеми многократно, не правда ли, на протяжении биографии. И тут некоторые люди посмотрели на меня грустно. Не грустите, это же как раз хорошо, это же интересно. Конечно, вот как все получается славно у человека. Рассматривать неотчетливые объекты внешнего мира. Вот об этом, собственно, и повествует Прус. Да, как мало. Любовь превращается в нечто огромное, но мы не думаем о том, какую маленькую роль играет в ней. Вот в нашем случае реальный человек, реальная женщина, пишет он. Альбертина была всего лишь силуэтом, а все, что напластовывалось на нее, было создано мною. И вот то, что в любовь вносится нами самими, преобладает, даже с точки зрения количественной, над тем, что исходит от любимого существа. И, возможно, то, что исходит, собственно, от любимого существа, вообще нами может быть совершенно незамеченным. Правда? Так же тоже часто бывает. Вот. Вот это серьезная проблема для человека. Это создает, ну, некоторые сложности для него, с другой стороны, это интересно. В конце концов, человеку интереснее всего, наверное, он сам, да, так что если он рассматривает то, что, так сказать, напластовывается годами, да, как вот силуэт, ну, но он видит самого себя. Это же интересно. Да. Или как картас, мне сейчас вспомнился картас, игра в классики, это у вас в следующем семестре будет, там есть такая простая сентенция, что если попугайчик в клетке загрустил, достаточно поместить ему зеркало в клетку, и он сразу же развеселится. Да, потому что человеку нужно видеть самого себя, прежде всего. Вот другие это все потом, главное, чтобы он самого себя увидел. Получается, что существуют некие вот такие уловки реальности, которые нам это позволяют, самих себя увидеть вот в этих вот проекциях, да, интересно. Да, ну вот. Итак, мы по-прежнему продолжаем разговор о том, чего нет в произведениях Пруста. Так вот, там нет еще и материальной реальности. Да, печально, но факт. А, впрочем, это даже очень и хорошо. Теперь мы присмотримся к тому, что есть, что есть в произведениях Пруста. А именно мы присмотримся к впечатлениям. Корни изображения впечатлений уходят в импрессионистическую традицию у Пруста. Мы с вами уже говорили об импрессионизме и экспрессионизме, правда? И вот импрессионистическая традиция проявилась, нашла литературные формы в творчестве Пруста. Вы помните импрессионистов, да, я вам уже говорила, что с книжкой Пруста хорошо пойти в Эрмитаж, на третий этаж, посмотреть картины импрессионистов, почитать пару страниц Пруста, впечатлиться, да, и, может быть, тогда литературный текст увидится в совершенно ином окружении по-иному и по-особенному. Да, так вот, действительно, Пруста опирается на творчество импрессионистов, когда выстраивает гигантское сооружение своих романов. И выстраивает он это сооружение на двух основных принципах. Первый принцип, это все импрессионистические принципы, принципы импрессионистов. Первый принцип, все в сознании, ну, скажем, все во внутреннем мире, примерно, если мы попытаемся, ну, может быть, как-то уточнить для нас более понятную формулировку выбрать. Итак, все во внутреннем мире или все в сознании, это первый принцип. А второй принцип, впечатление критерий истины. Ну, а насчет того, что такое все во внутреннем мире, это вот, мне кажется, уже пояснение не требует. По этому поводу ничего говорить не будем. Впечатление критерий истины. Что это значит? Давайте задумаемся. Что это значит? Впечатление критерий истины. Итак, мы в некоем мире существуем, мы точно не знаем, что нас окружает, потому что нам непонятно, где заканчивается наш внутренний мир и начинается внешний. И в какой степени мы окрашиваем внешний мир в наши индивидуальные цвета, да, наши глубины, так сказать, нашей личности. Как же тогда нам узнать, какое утверждение о мире истинно, а какое нет? Если вдруг нам захотелось это узнать. Может быть, нам это совсем не хочется. Но если вдруг нам захотелось, то тогда нам нужен какой-то критерий. Какой это будет критерий? Вот согласно творчеству импрессионистов и их представлениям, это впечатление. Ну, как это проверить? Очень просто. Мы говорили о шарфике. Договорили, что цвет у него странный, и поэтому можно его обрисовать, допустим, по-разному, словесно, обозначить по-разному. И тогда, если мы спросим, и вот у многих людей окажется такое впечатление, что он все-таки розовый, ну, то тогда наши впечатления в какой-то части сойдутся, и мы можем сказать, да, наверное, он розовый. С уверенностью мы этого сказать никогда не сможем, но некоторую догадку, предположение мы можем высказать. Проверить, правда, невозможно, потому что, может быть, прав тот самый один человек, который говорит, что шарфик зеленый. Ничего. Но это единственный критерий истины, который нам дан. Вот впечатление критерий истины. И вот исходя из этих двух утверждений, извините, пожалуйста, да, так вот, вот такой сегодня день, ну и ладно, главное, что просто. Да, у меня был сейчас вопрос, да, по поводу того, что на самом деле ничего неизвестно о том, каков внешний мир, да, и мы можем полагаться только на наши впечатления, если они в некоторых случаях совпадают, ну, то мы можем этого порадоваться и делать вид, будто мы что-то все-таки знаем о реальности. Да, вот как-то так. Есть сейчас ясность с этим тезисом? Да, да. Спасибо большое. Вы так замерли, я пугаюсь. Хорошо, да. Так вот, исходя из вот этих двух постулатов, Пруст фиксирует вот целый космос субъективных впечатлений, разделяя их на мельчайшие элементы, на частицы. Писатель ловит, да, каждый миг, все стадии перемен, он замечает изменчивый мир, его динамику и движение, и пытается как-то зафиксировать то, что ему удается разглядеть. Вот этот внешний мир вы мне сейчас мешаете, и вас я помню. Так вот, этот внешний мир проникает в воспринимающее сознание разными путями. Мы воспринимаем запахи, особенно читая произведения Пруста, мы воспринимаем запахи, цвета, звуки, и почти чувствуем дуновение ветра, тактильность нам дана в этих текстах. То есть удивительный стереоскопический эффект, что ли, порождает такого рода текст. И так создаются вот целые, что ли, симфонии ощущений, которые предлагаются нам в его произведениях. Теперь возникает вопрос, как же Пруста удается создать текст из одних только впечатлений, так, чтобы некие события внешнего мира, эти впечатления вызвавшие, не оказались в поле зрения. То есть так, чтобы материальный мир не попал как бы в объектив. Как же ему это удается? А тут очень простой трюк срабатывает. Вот смотрите, да, итак, как создать произведения, состоящие из одних только впечатлений, так, чтобы события, вызвавшие эти впечатления, не оказались в произведении? Очень легко. Надо соткать текст, создать текст из воспоминаний о впечатлениях. Тогда все события, которые эти впечатления вызвали, они давно отзвучали, их уже нет. И мы можем сосредоточиться на одних только впечатлениях. Тогда материальный мир не попадет в поле нашего зрения, потому что речь пойдет о впечатлениях от неких событий, которые давно уже прошли. И лишь впечатления хранятся в нашей памяти. Итак, поняла, сейчас попробую еще раз. Итак, как создать... Ему интересно что? Что просто интересно? Ему интересно создать текст из одних только впечатлений. Так, чтобы объекты материального мира, которые эти впечатления вызвали. Вот чтобы реальный куст Бузины, извините, вот смотрите, рассердилась я сегодня, не Бузины, конечно, Боярышника. Вот, чтобы реальный куст Боярышника не попал в поле зрения, а только лишь впечатление от качнувшейся этой ветки, чтобы оно только сохранилось. Понимаете? Вот как создать такой текст, чтобы там были впечатления, не было событий, вызвавших эти впечатления? Надо оторвать, надо дистанцировать впечатления от того, что их вызвало. Например, обратить внимание на такие ситуации, когда есть большая временная дистанция между событием и впечатлениями от событий. Тогда это будут воспоминания о впечатлениях, впечатлениях, хранящиеся в нашей памяти. Когда события давно отзвучали, а впечатления хранятся в нашей памяти. И мы можем перебирать эти впечатления, хранящиеся в нашей памяти, да? А вот о самих событиях можем, в общем-то, уже и не думать особенно. Сейчас ясно? Вот это-то и приводит просто вообще к проблематике памяти и вот к этому намерению создать текст, гигантский текст, целое сооружение романов, о содержимом человеческой памяти, о том, что хранится во внутреннем мире человека. Вот и получается, текст о впечатлениях и более ни о чем. Есть сейчас ясность с этим? Вот. Вот это очень важно понять. Теперь еще что важно понять, чтобы воспринять, мне кажется, тексты просто. Нужно понять, что вообще просто понимает под воспоминаниями, что для него воспоминания. Это, конечно, не то, что для нас с вами воспоминания, обычно. Давайте подумаем, что для нас обычное воспоминание. Обычно для того, чтобы восстановить прошлое, мы используем интеллект или разум. Мы как-то вспоминаем рационально. Мы выстраиваем картины прошлого, например, из нашего настоящего, как бы разматывая ниточку воспоминаний, потому что наше настоящее подготовлено к каким-то прошлым. Значит, из настоящего есть нить, которая ведет нас в прошлое. Так мы можем и поступать. Например, мы сейчас с вами сидим или стоим на лекции по литературе. Если мы будем восстанавливать прошлое, то мы тогда вспомним, что мы не впервые на лекции по зарубежке. Бывали и прежде у нас лекции по зарубежке. Мы отмотаем немножко назад. Потом мы скажем, да, были и раньше, еще в предыдущих семестрах лекции о других периодах в истории литературы. Мы еще отмотаем интеллектуально годочек-другой назад. И так мы, если тщательно будем разматривать, и вообще мы когда-то появились вот в этом заведении под названием университет. И так мы еще немножечко назад отмотаем вот эту ниточку. И в конце концов так мы можем додуматься до того момента, что когда-то мы в этот университет поступили, и когда-то мы послушали первые лекции. Правда ведь было такое? Вот мы интеллектуально отмотали, так сказать, нить наших воспоминаний назад. Но если мы присмотримся к этим воспоминаниям, то мы можем заметить, что они слегка подозрительны. Вот смотрите, вы ведь все очень разные люди. Но если мы будем сопоставлять нитки вот этих воспоминаний, которые вы таким образом разматываете, мы обнаружим, что воспоминания-то похожи, а ведь вы-то не похожи друг на друга, совершенно не похожи. Значит, вероятно, от чего-то интеллект абстрагируется. И именно от чего-то очень важного он абстрагируется. От чего-то, что, может быть, и составляет суть неповторимой человеческой личности, ее индивидуальность. А ведь это-то и есть самое интересное для человека. Чем он особенный, чем он уникальный. А если так разматывать интеллектуальную нитку, воспоминать, то получится похожий воспоминаний. Вы все вообще в одном и том же году, по вероятности, поступили в университет. И так будет нудная такая биография. Совсем не то, что действительно что-то говорит о человеческой личности. Правда, это же о вас лично ничего не скажет. И вам ничего особенно о вас не скажут, не только другие. Кроме того, мы можем, если мы так интеллектуально вспоминаем, мы можем заметить, что вот эти воспоминания, они как бы засушены. Нет вот такого стереоскопического эффекта. Вы не вспомните, даже если вы вспомните, что когда-то вы нашли свою фамилию в списках поступивших, предположим, сейчас ведь тоже так обнаружу, что люди поступили, в списке смотрят, правда? Вот вы можете вспомнить, да, я нашла свою фамилию в списке поступивших. Прекрасно. Но вы ведь при этом ни в коем случае не вспомните, какой тогда был свет, какая температура воздуха была в том помещении, где вы сидели. Вы, видимо, в компьютере нашли свои фамилии. Какая была погода, что вам было видно, что вам чувствовалось в этот момент. То есть на самом деле прошлое не будет воскрешено. Будет только какой-то отголосок прошлого. Да, тогда-то это, видимо, случилось. И все. Значит, вот и потому, и по-другому. Вот эти воспоминания, интеллектуальные воспоминания, они не хороши, они не очень достоверны. Что-то тут не то. То, что разум возвращает нам под видом воспоминаний, ими не является. Вот что оказывается, если говорить словами Пруста и видеть его глазами воспоминания. Потому что интеллектуальные воспоминания подгоняют реальность под определенную схему. И абстрагируются от таких деталей, как, например, особенности освещения, температура воздуха, запахи или не знаю, что еще. Да, вот в этой ситуации в прошлом. Как еще можно вспоминать? Можно вспоминать, например, обратившись к документам. Так, мы тоже умеем вспоминать. Тогда, например, мы можем посмотреть наши фотографии, например, открыть зачетку, да, и посмотреть фотографии, вот эти изумленные глаза абитуриентов, всегда так забавно люди на этих фотографиях выглядят. Вот, посмотреть и попробовать вспомнить себя в это время. Нам кажется, что это помогает нам вспомнить. С другой стороны, если вы посмотрите на эту фотографию, ну, я сейчас не буду вас спросить, но вы наверняка видели себя на этих фотографиях, то вы, наверное, скажете, что вы не очень похожи на себя. Люди так редко похожи именно на этих фотографиях, особенно на себя. Значит, вы чувствуете какой-то зазор между вот этим документом и тем, как вам что-то помнится. И вы сами себе как помнитесь. Не похожи вы. Или кто-то другой. Ладно, может быть, мы люди тщеславные, поэтому нам всегда кажется, что в жизни мы гораздо красивее. Но мы можем и о другом человеке сказать, что его-то другой человек тоже не похож на свою фотографию. Документы лгут. Даже если это, казалось бы, да, фотографии. Кроме того, конечно, все равно это только плоское изображение реальности. Только какой-то сухой, лишь какой-то отголосок реальности. Никакого стереоскопического эффекта, конечно, из фотографии не будет. Разве что только, если вы смотрите художественные фотографии, сделанные вами же. Тогда, может быть, какой-то отголосок прошлого до вас донесется. Может быть. Ну, это, конечно, будет, скорее всего, не документ. Вот что-то вроде таких очень художественных фотографий, которые что-то нам могут напомнить о прошлом. Вот что-то вроде радикализации вот этой формы мы, собственно, и находим в произведениях просто. Но это не будет классические, так сказать, воспоминания с помощью документов какого-нибудь рода. Да, аромат времени никак не сохраняется с помощью тех двух видов воспоминаний, интеллектуальных воспоминаний или воспоминаний с помощью документов, которые мы обсудили. И понятно, что Пруст имеет в виду другого рода воспоминания. Другого рода воспоминания. Пруст моделирует иной, конечно, не новый, но для него очень важный способ воскрешения прошлого. Ему кажется, Прусту кажется, что именно этот способ достоверен. И что именно он правдив и предлагает нам воспоминания в полноте, со стереоскопическим эффектом, с ароматом времени, со всеми его признаками. Если кратко формулировать метод Пруста, то можно сказать, что это воскрешение прошлого благодаря совпадению непосредственного ощущения и какого-то отдаленного воспоминания. Сейчас это будет все понятнее. Итак, воскрешение прошлого благодаря совпадению непосредственного ощущения и какого-то отдаленного воспоминания. Вот давайте подумаем, что же это такое. Конечно, этот способ, этим способом, наверное, не очень осмысленно, а может быть и осмысленно, мы все пользовались. Мы прекрасно понимаем, что какие-то ощущения в жизни в данный момент могут напомнить нам о прошлом. Если вот эти непосредственные ощущения совпадают с чем-то в нашей предшествующей жизни, то вот это прошлое таким образом может ожить, так сказать, со стереоскопическим эффектом. Мы можем вспомнить вдруг все, даже наше самочувствие в какой-то отдаленный момент. Тут нам должны помочь какие-то элементы все-таки внешнего мира. Например, запахи, какой-нибудь запах духов, или звуки определенной какой-то музыки, может быть, какая-то мелодия, какие-нибудь строчки стихотворные. В ход вообще может пойти все, особенности освещения, какой-то цвет, я не знаю, вот что угодно, какая-то еда, например, может пригодиться. С вами такое случалось? Ну вот, вот это и есть метод Пруста. Когда какое-то непосредственное ощущение, сейчас испытываемое нами, напоминает нам о прошлом, то есть совпадает с чем-то в прошлом. И прошлое раскрывается перед нами всем, так сказать, букетом впечатлений. И вот в человеке таким образом просыпаются воспоминания, и вдруг оказывается, что то, что он думал, давным-давно забыто, на самом деле хранится в его памяти. Просто он об этом не знал. На самом деле все это пережитое, все это прошлое, элемент прошлого, он всегда был с ним, с этим человеком. Просто он этого не знал. И то, что, так сказать, разум, ну вот, я не знаю, там, вот какой-нибудь сушеный фрукт, представьте, курага, да, вот. Вот это вот то, что интеллект нам возвращает под видом воспоминаний. А что такое настоящий абрикос зимой, который, оказывается, всегда был у нас, в шкафчике стоял, никто и не знал. Открываешь, а он там совершенно свежайший и новый. Вы кушали? Вот, а я нет. Да, так вот. Вот воспоминания по Пруста, да, они воскрешают прошлое в полном, так сказать, объеме, со стереоскопическим эффектом. И когда говорят об особенностях метода Пруста, так сказать, да, ну понятно, что этот метод всем известен, только не все знают, что это метод Пруста. Но теперь мы будем это знать. Да, вот когда рассказывают, что такое метод Пруста или воспоминания по Прусту, обычно приводят один и тот же классический пример, это почти что, да, во всех книгах, наверное, привезено в качестве примера. Это как раз сцена из романа «В сторону свана» по направлению к свану, да, Пруста, где речь идет о пирожном. Я заранее вас спросила, поели ли вы. Так вот, кто почитал роман уже «В сторону свана»? Ну тогда вы вспомните, наверное, какое там было пирожное. Пирожное Мадлен. Да, это бисквитное пирожное Мадлен. Липовый чай, только не в чай, а в ложечке, да. Ну для тех, кто еще не прочитал, я обрисую этот эпизод, о чем речь. И вот однажды зимой, представим себе, однажды зимой Марсель Пруст, конечно, к тому времени уже был совершенно взрослым человеком, он совсем забыл о своем детстве в Комбре, в городке Комбре. И вот он замерз, замерз, продрог, ему было грустно, одиноко, и мама его заметила, что он мерзнет, и предложила ему чаю, липового чаю с бисквитным пирожным Мадлен. Вы не ели пирожные Мадлен? Это очень вкусные, кстати говоря, пирожные. Это такие бисквитные, такие штучки. Вот если будете во Франции, вы смотрите, может быть, они везде там продаются, это совершенно несложно их раздобыть. Они такие в виде ракушки, такие бисквитные штучки вкусные. И приготовить их легко, только надо иметь масло, сделанное из цветов апельсинового дерева. Вот. Кстати, у меня дома есть, если кто-нибудь вызовется приготовить, я просто, у меня кулинарный антиталант, но у меня все ингредиенты, включая формочки, есть. Так что, если есть жертвы, то вы можете мне сказать, я буду присутствовать и читать просто под приготовлением Мадлен. Но это можно сделать, я вот давно уже об этом мечтаю, но вот опять у меня до этого не дошли руки, хотя все приготовлено. Да, но я отвлеклась, действительно, я не поужинала и не пообедала. Печальный факт. Но мы не об этом, а мы о пирожном Мадлен. Так вот, мама предложила ему пирожный Мадлен с липовым чаем. И когда Пруст поднес в губа чайную ложечку, наполненную липовым чаем, в котором постепенно набухал кусочек пирожного Мадлен, а французы именно таким способом вот едят это, да? Нам трудно себе представить, что вот именно нужно взять кусочек, значит, положить его туда и посмотреть, как оно, и потом только вот съесть это и выпить одновременно. Да, так вот, это не считается особенно хорошим тоном, но все-таки так делается. Да, так вот, когда он поднес к губам вот эту ложечку с липовым чаем и кусочком пирожного Мадлен, вдруг он ощутил невероятную легкость. Чувство легкости и радости поразило его в такой неприятный момент, вот как раз ноябрьская погода, представьте себе, да? Что же с ним такое произошло? Откуда это ощущение легкости и радости? И, конечно, просто задумался, что же случилось. И вот тут он постепенно стал осознавать источник этой метаморфозы. Это и была вот эта малюсенькая ложечка со всем содержимым. Потому что, как оказалось в детстве, именно липовый чай с пирожным Мадлен предлагала ему тетушка Леони, когда он, маленький Пруст, поднимался к ней воскресным утром пожелать ей приятного дня. И для него это была действительно радость, свободный, прекрасный день перед ним, ощущение легкости, детства и счастья вдруг поразило его. И вот из этой ложечки с липовым чаем и кусочком пирожного бисквитного вдруг как бы, ну вот буквально вытек из этой ложечки, да? Весь городочек Комбре, все детство Пруста, его прогулки в сторону Свана, в сторону усадьбы банкира Свана, помните? Или в сторону поместья древнего рода германтов. И все, что с этим связано, все запахи придорожной травы, цвет, цвета, свет, описание какой-нибудь там колокольни, вернее, не описание колокольни, а прям колокольня сама и выплыла из этой ложечки с липовым чаем. И все вот это прошлое вдруг воскресло объемно, со стереоскопическим эффектом. Так, что не приходится человеку отсекать чувства и ощущения. Все, вот все восстановилось, да? Ему не нужно было опираться только на интеллект, а вот все целиком, включая, не знаю, там действительно запахи каких-нибудь придорожных трав. И вот прошлое таким образом воскресло букетом из разных ощущений. Именно посредством, благодаря сочетанию непосредственного ощущения и отдаленного воспоминания. Вот, собственно, из такого воскрешения прошлого и состоит романный цикл Пруста. Вот о чем идет речь. Это, собственно, не просто роман, это такой, не просто роман, это дневник воспоминаний, дневник воспоминаний, который нам доводится почитать. И вот окажется, что память повествователя хранит все, даже самые мелкие детали, о которых он нарочно никогда бы не вспомнил, самые незначительные воспоминания. Все это хранится, вот как тот абрикоста, в совершенно законсервированном, целостном и прекрасном виде. Совершенно нетронутая, живая реальность прошлого разворачивается перед внутренним взором Пруста. И вот все это огромное сооружение романов выстроено из таких вот вспоминаемых мелочей. Но мы помним с вами, что социально значимым событиям нет места в романах Пруста. Это его как раз не занимает. Его занимает то уникальное, что формирует особенности личности. А это могут быть, скорее всего, какие-нибудь мелочи. И вот тщательно реставрирует он эти мелочи, обретая шаг за шагом, обретая утраченное время. И вообще, по мысли Пруста, вот это, мне кажется, очень занимательно. В этом и есть, в этом и состоит сущность искусства. Сущность искусства состоит в обретении утраченного времени. Мы никогда об этом не задумывались. Когда человек пишет, как Пруст, или каким-нибудь другим способом пишет, это не важно даже, он все равно свои воспоминания, свои впечатления каким-то образом перерабатывает, разворачивает и таким образом обретает вновь утраченное время. Пусть в каких-то удивительных формах, но все-таки это его собственный багаж, из которого вырастает литературный текст. Если мы читаем литературный текст, допустим, это ведь касается не только писать, если мы читаем литературный текст, мы ведь опираемся на наш собственный багаж, на наше собственное пережитое. То, что наши, помните, говорили о рюкзачках, в которых мы все носим, потому что уникальный набор наших впечатлений, мы ведь впечатления, накопленных на протяжении лет нашей жизни, мы ведь тоже, читая текст, если мы его интенсивно читаем, даже любой текст, не обязательно текст Пруста, мы все время перебираем наши собственные воспоминания, впечатления, ощущения, то, что мы знаем, правда? Это мы можем сказать при чтении любого текста. Другое дело, что Пруст как бы радикализирует эту тенденцию. Он в основном этим увлечен, и мы, читая его текст, в основном увлечены нашими собственными воспоминаниями, то есть в основном занимаемся как раз воскрешением прошлого и успешными поисками утраченного времени. И более того, это касается не только написания какого-то текста, и не только восприятия этого самого текста или какого-то другого текста. Ведь человечество вообще творит литературу на протяжении всей своей истории, и ведь в литературе-то и хранится это самое пережитое, как пережитое отдельной личностью, так и пережитое человечеством как таковым. Мы почитаем литературу, не знаю, средневековую. Что мы там откроем? Какие удивительные миры там нам откроются и открываются, конечно. Там действительно хранится, если уметь это читать, то там хранится пережитое человечество, там хранится память со всем стереоскопическим эффектом. На то это и не хроника, и не летопись, а именно художественное произведение. Так что, конечно, если вдуматься, Прус совершенно прав, считая, что искусство, суть искусства состоит в обретении утраченного времени. Искусство – это некий инструмент, с помощью которого, или в котором хранит человечество свое пережитое. И каждый отдельный человек тоже, как читатель, так и писатель. И при письме, и при чтении, и при чтении текста. Да. А для личности такое воскрешение утраченного времени бесценно, потому что личность, отдельная личность, и пишущая, и читающая, таким образом создает свой собственный образ себя. То есть конструирует себя как субъект. Конструирует образ своей собственной личности. А это великолепная, очень интересная работа, и которой занят каждый человек на протяжении всей своей жизни. И если эта работа прекращена, так и жизнь наверняка уже закончена. Но, к счастью, так не бывает, пока человек живой, но все равно создает свой собственный образ себя. Как он его может создать, если он хочет создать неповторимый образ? Ведь он же отличается от всех остальных людей. Да, перебирая элементы своего вот этого багажа, элементы пережитого. И таким образом, вот эта симфония ощущений, которую нам предлагает Пруст в своих текстах, она дополняется нашей собственной симфонией ощущений. И, с другой стороны, является элементом огромной симфонии ощущений, как истории литературы, которая сопровождает человечество на протяжении веков. Вот такая вот интересная штука. И мы к ней, вот к этой истории, да, можем прикоснуться. Здесь, конечно, мы умеем участвовать в воскрешении, в воскрешении прошла. Но вот вы уже и сами заметили, что большое и малое каким-то сложным образом корреспондируют, соотносятся как-то друг с другом. Какие-то крупные элементы с мелкими элементами вступают в удивительные связи. Ведь Пруст старается создать, так сказать, целый универсум в своем романе. Целую вселенную, да, бесценную и неповторимую. Вот не случайно Пруст сравнивал свой роман с готическим собором. Давайте подумаем, чем же похож роман Пруста, любой, на готический собор. Тут надо вспомнить, кто видел готический собор. Сейчас я картиночки достану. Кому довелось посмотреть тщательно и внимательно на готический собор? А кто видел? Кёльнский собор очень подойдет нам. Кёльнский собор видели, да? Ну вот припоминайте еще. Миланский собор. Страсбургский, в конце концов, Париж. В общем, что-нибудь вспомните, что вы видели. И тогда, может быть, станет яснее, как можно понять вот такое утверждение, что на готический собор похожи романы Пруста. Вот что нас поражает в готических соборах? У меня нашлись фотографии собора Миланского. Вы посмотрите. Обратите внимание вот на что. Собор Миланский состоит как бы, ну как и любой готический собор, состоит как бы из множества частей. И каждая эта часть похожа на собор в целом. Да? И каждая эта часть сама состоит, в свою очередь, из множества более мелких частей. И эти более мелкие части тоже похожи на отдельные соборы. Вот то, что я сейчас показываю, это, например, на крыше. Видите там какое нагромождение отдельных соборчиков? И они тоже из более мелких частей состоят. Из более, из более, из более мелких и так далее. Но я, конечно, не мастер насчет физики. Но как-то вот строение мира с молекулами и атомами, я думаю, что-то с этим какую-то связь имеет. Ведь соборы строились, готические соборы, да, строились как воплощение, как материализация или как, не знаю, представление о мироздании. Каждый собор – это универсум. Вот так же, как и роман просто. Каждый роман – это универсум. Здесь все, все ощущения, все детали мира. Каждый собор – это универсум. И давайте, ну вот сейчас подождите. А, вот у меня есть еще, значит, я сейчас вам вот это вот покажу. Картиночки. И еще вот такую вот картинку покажу. Вот кто близко сидит? Скажите, какого размера вот эта галерея, как вам кажется? Вот кто близко сидит, предположите. Маленького. Ну, а на что похоже? С дверь. С дверь, да. Или как обычная арка, или с дверь. И что еще, какие есть еще предположения? Может быть, метра два, да. Тут бывают обычно разные предположения. Сейчас я вам покажу, какого размера. Вот это не рука Гулливера, это моя рука. Это кусочек собора, который просто на крыше Миланского собора расположен. И поразительно, конечно, вот это может быть не имеет прямого, хотя, впрочем, тоже имеет отношение к пруссу. Вот когда стоишь на крыше Миланского собора, особенно понимаешь, для чего строили готические соборы. Вернее, для кого их не строили, для людей их не строили совершенно точно. Потому что вот этот элемент удивительный, это на крыше. То есть элемент, который никогда не виден снизу. Человек, стоящий внизу, а естественно, нормальный человек смотрит на собор как-то с земли, вот он этого никогда не увидит. Нет, это сейчас там построены лифты, можно подняться и посмотреть. А вообще-то это не подразумевалось, потому что соборы строили не для людей. А сверху, так предполагается, хорошо видно все вот эти вот элементы. Еще можно подумать, ну вот можно тоже это просто пока посмотреть эти две фотографии, можно еще спросить себя, почему Миланские соборы и всякие другие соборы так ужасно долго строили. Вы обратили внимание, что готические соборы очень, если мы смотрим даты строительства, ну, огромные промежутки времени, как правило. Вот Керенский собор там, по-моему, 400 лет, если не ошибаюсь, но во всяком случае очень долго. Как вы думаете, почему? Можно, конечно, сказать, да, что действительно это очень трудная, кропотливая работа. С другой стороны, мы понимаем, что есть много таких вот сооружений в истории человечества, которые строили быстрее, несмотря на то, что они тоже были очень сложны. Тут наверняка есть еще какая-нибудь причина. А еще какая-нибудь причина, вот какая простая причина. Эти готические соборы строили вовсе не для того, чтобы их построить. Это мы так думаем, что, ну, они не умели еще построить такой собор прямо быстро. Да нет, они умели, им просто это было совершенно не нужно. Потому что суть строительства готического собора состоит не в том, чтобы его построить, а в том, чтобы его строить. Город строит собор. Город строит собор сто лет, еще сто лет, еще сто лет. Не входит в планы достроить собор. Часто готические соборы получали окончательное завершение, то есть прекращалось строительство. Не потому, что их там достроили, а потому, что просто мода на готику уже прошла. И уже, ну, надо уже как-то закончить. Уже у человечества другие возникли игрушки и увлечения. И время вот таких гигантских игрушек, которые мы называем готическими соборами, оно когда-то прошло. И соборы достраивают очень часто, значительно позже. Как раз вот, мне кажется, с Кёнинским собором именно такая история там произошла. Да, так вот, важен процесс, да, творения этой модели мироздания. Вселенная, мир человека и мир природы, который тянется к божественному началу, да, возвышается, да, несется вверх. Важен сам процесс создания этой модели. Вот то же самое, конечно, и у Пруста. Посмотрите, как устроено, теперь сравним, вот то, что мы знаем сейчас о готических соборах, попробуем сравнить с романами Пруста. Мы заметим, что устройство этих романов похоже. У нас есть гигантский цикл романов, который состоит из отдельных книг. Каждая эта отдельная книга в чём-то соотносится с устройством всего цикла, потому что всё это восстанавливает память человека. Каждый роман состоит из отдельных частей, и каждая эта часть имеет тоже какое-то своё устройство, да, которое сложным образом корреспондирует с устройством всего романа. А также и каждая отдельная сцена в этой главе соотносится с обликом главы, с обликом всего романа и с обликом всего цикла, потому что всё это, каждый элемент космоса как-то хранит образы всего этого самого космоса, всего универсума. И более частное деление тоже возможно. И даже каждое отдельное предложение, вы наверняка заметили, кто почитал, что просто очень сложный, такой же хаотичный, просто готический синтаксис, он очень тщательно работает над тем, чтобы структура не была видна, так же, как не видна она у готического собора. Посмотрите на это вот почти что растительное какое-то такое сооружение, как будто бы он сам вот вырос и растёт наверх к солнцу, да, к солнцу этот собор. Такой его просто синтаксис, намеренно замедляющий, извините, наше чтение, не обнаруживающий особенности устройства. Это тоже не то, что, понимаете, во времена готических соборов, когда их строили, не умели строить более прямые какие-то вещи. Нет, это просто было ненужно и неважно. Это даже как с перспективой, да, смешно сказать, что люди там когда-то не владели там перспективой. Таким, она не нужна просто средневековому живопису не нужна была перспектива, у нее совершенно были другие задачи. Так же и с готическими соборами. Не нужны были прямые отчётливые линии, а нужно было ощущение вот этой вот вселенной многообразной, да, стянущейся вверх. Так вот, подобным образом, да, из отдельных элементов, вот из таких вот, в конце концов, на атомы уже разложимых элементов, да, и состоят произведения, произведения Пруста. Вот огромное, да, сооружение, состоящее множество мелких деталей. И надо сказать, что это сооружение, не зря, кстати, Пруст, это я, не просто мне вот хочется сравнить романы Пруста именно с готическим собором. Может, мне бы и захотелось, конечно, но он подсказывает Пруст, который большое внимание уделяет именно изображению готических сооружений. Большое внимание он уделяет в своих книгах. Конечно, это не случайно. Он эти параллели, конечно, видел. И вот каждая деталь этого универсума, это гигантское сооружение, она ценна и сама по себе. Вот я помню, когда мы говорим, как читать Пруста. Достаточно иногда прочитать просто один абзац, и вы увидите в нем целую вселенную, целый универсум. Потому что он там тоже, образ вселенной там скрыт на уровне отдельного фрагмента. Можно то же самое увидеть, читая главу и так далее, и так далее. Хотя это не повод читать только один абзац, разумеется, из произведений, из произведений Пруста. И вот этот образ мироздания, который возникает на страницах романов Пруста, он соотносится и с тем самым образом, с тем универсумом, которым видится нам человек, его внутренний мир. И человек, как тот самый город, который строит готический собор веками. Не чтобы достроить, а чтобы строить, чтобы процесс был. Человек, да, что-то строит. Город строит собор, а человек строит свой собственный образ себя самого и выводит из этого и образ мироздания. Понимаете? Вот получается, что образ собора во многих отношениях оказывается важен. Не зря роман, романы, да, похожий романный цикл, цикл похожий на готический собор. На готический же собор похоже на верное, да, и постепенно меняющийся, трансформирующийся, как-то растущий образ человека в своих собственных глазах, да, каким видит себя человек, да, каким он рисуется, да, самому, самому себе. И каким, соответственно, видится этому человеку мир. Есть ясность сейчас, или я вас, скорее, запутала? Вот хорошо бы нам с вами вот об этом говорит, например, да, перед каким-то готическим собором. Ну, нет у нас готических соборов в Петербурге, да и вообще поблизости. Ничего не попишешь, придется ограничиться картинками. Да, вот таким образом попросту выстраиваются не только его книги, но и человеческая индивидуальность, внутренний я человека. И тут тоже важно заниматься этим строительством, а не построить свой собственный образ, потому что, как построил, так, значит, получается дальше-то и нечем заняться, да. Ну вот, поскольку все в сознании, роман выстроен, как вы понимаете, вот необычно, да, мы немножко уже об этом поговорили. И так он представляет собой. Сейчас попробуем какие-то основные принципы, что ли, устройства романов рассмотреть. Итак, все в сознании. Роман представляет собой таким образом гигантский внутренний монолог. Гигантский внутренний монолог поток воспоминаний рассказчика. Поток воспоминаний, в которых стираются границы между прошлым, настоящим и будущим. Потому что ведь в мире памяти все сосуществует, и то, что было раньше, и то, что было позже, и то, что было еще позже, и так далее, да. Там нет хронологии событий. Мир памяти таков, что там все сосуществует в разные эпохи. Если мы, также и мир, конечно, истории человечества, но и у отдельного человека также, да. Если вы вспомнили что-то одно, вам к этому может вспомниться еще что-то другое, совершенно из другого времени. И обязательно, не будут они в это воспоминание вытягиваться в какую-то хронологическую линейку. Это неестественно для человека. Там все будет в каком-то там хаотичном, таком броуновском, что ли, движении, да. Так же хаотично, как элементы готического собора. Вот и роман, конечно, лишен всякой хронологической ясности, раз таков внутренний мир человека, подлежащий описанию. Лишен ясности, лишен определенности. С трудом определяется даже место действия романа. Мы с вами договорились, что внешний материальный мир видится неотчетливо. Но так оно и есть. Повсюду такая интуитивная, бессознательная, инстинктивная память. Какая-то игра ассоциаций, которая руководит повествованием, а не логичное расположение событий, могут пропадать целые десятилетия и годы. Отдельные какие-то моменты могут разрастаться до невероятных размеров. Вот какое-нибудь описание, не знаю, там теней на стене готического собора. Также и многочисленные персонажи, как готический собор, он не обнаружит отчетливую форму. Также и отдельные персонажи совершенно неотчетливо представлены. Человеку ведь, дай бог, самого себя попытаться рассмотреть, свой собственный готический собор, своего собственного образа как-то строить. Что уж там говорить о понятности других людей. Нечего и мечтать о том, чтобы можно было их понять. Вот поэтому персонажи в романах не обладают устойчивыми характеристиками. Нельзя сказать, что вот персонаж там с ван, допустим, вот он такой-то, такой-то или такой-то. Эта иллюзия рассеется буквально уже в следующий момент вашего чтения. Или в следующем романе, где будет тот же самый с вам, как бы, но он будет совсем уже другим. Почему так? Не только потому, что... Почему так неустойчивы образы персонажей, других персонажей. Не только потому, что человеку не дано в окончательных формах понять, что представляет собой другой человек. Вы помните, он уже воспринимается им только как шаблон. Помните Альбертину, бедняжку? Да. Так вот, не только поэтому. Мы ведь все время воспринимаем другого человека или других людей сквозь призму нашего собственного внутреннего состояния. А наше внутреннее состояние, пока, слава богу, мы живы, все время меняется. Значит, соответственно, под воздействием этих изменений, которые у нас внутри происходят, меняются и образы других людей. Правда? В таком случае, какие уж у них могут быть устойчивые характеристики. Тогда бы пришлось считать, что человеческий внутренний мир неподвижный, статичен. Он все время видит определенным образом другого человека. Так же не может быть. Мы же живые. Их мы все время как-то меняемся. Вот и черты других людей, соответственно, неопределенны. Меняются в зависимости от переливов чувств воспринимающего сознания. Или, как писал Пруст, человек – существо, которое не может отрешиться от себя, которое знает других, лишь преломленными сквозь него. Человек – существо, которое не может отрешиться от себя, которое все и всех воспринимает лишь сквозь какую-то собственную, очень индивидуальную и особенную призму, лишь преломленными сквозь него. Помните, что мы с вами говорили об Альбертине? Вот примерно что-то подобное имеется в виду в этой цитате. Вот невозможность понять сущность другого человека, осмыслить и составить представление о другом человеке по-разному проявляется в романах. Вот, например, еще одна история, история любви. Сван, проснувшись однажды, понял, что любил вовсе не Одетту, а лишь свое представление о ней. Мы вспомним сразу Альбертину. Помните, я цитатку читала? Или подобная история рассказана о Жильберте, в который тоже был влюблен рассказчик. И там прямо и сказано, рассказчик испытывает некое чувство к, как там сказано, к Жильберте, к той, которую я носил в себе. Вот, какой. И я должен сказать, продолжает просто, я должен сказать, что другая, реальная Жильберта была, быть может, совершенно от нее отлично. Он осознает, что человек, на самом деле, который он использует как какую-то площадь для проекции своих собственных представлений, другая, она сама, она, сам этот человек, наверное, сильно отличается от того, что видится, что видится рассказчику. Поэтому, когда изображается любовь и Пруста, какой бы историю вы ни взяли, какой бы роман вы ни читали, Пруста, собственно, предмет любви не обрисован отчетливо. Только сама любовь, сам любящий, само чувство. А вот на самом деле человек, который это чувство вызывает, он не очень-то и представлен. Кроме того, вы можете заметить, что один и тот же персонаж может очень по-разному разными персонажами восприниматься. Это тоже такая игра искажающих, что ли, отражений одного и того же объекта, и мы не можем судить, да, каков на самом деле, каков на самом деле этот объект. В общем, вот эта вот изменчивость образов, это для Пруста очень важно. Это действительно не дает человеку сориентироваться, не дает ему как-то найти устойчивые опоры, двигаясь по тексту Пруста. Но в этом и прелесть. Потому что Пруст таким образом отражает движение жизни. Вот что для него было главным? Вот в этом движении состоит жизнь, да, он просто писал «мир незаметно, но вечно движется». Вот это и есть самое главное, что мир незаметно и вечно движется. Мир – это не скопление статично представляемых неподвижных каких-то предметов. Мир – это само движение и есть. И тогда, конечно, нет никаких устойчивых характеристик и нет никаких ориентиров. И, в принципе, в жизни наверняка вы об этом задумывались, о том, что мир – это и есть то самое движение. Ну, так вот, и в художественной реальности тоже такое изображение оказывается для Пруста возможным, благодаря его особенностям его художественного метода. И так это было все во внутреннем мире. Один постулат импрессионистов, сквозь который мы попробовали посмотреть на роман Пруста, на романы Пруста. А второй постулат импрессионистов, вы помните какой? Критерий истины. Совершенно верно. Впечатление критерий истины. Он тоже накладывает свой отпечаток на строение романов. Не зря критики говорили о произведениях Пруста как о синтезе, синтез эпической формы и лирической стихии. Вот такое было бытовало клише. Это что произведения Пруста представляют собой синтез эпической формы и лирической стихии. Сейчас давайте подумаем, что это такое. И как это соотносится с постулатом импрессионистов впечатления критерий истины. Итак, произведение Пруста это синтез, синтез эпической формы и лирической стихии. Эпическая форма. Давайте подумаем, что это такое. Мы вообще-то об эпическом уже говорили в связи совсем не с Прустом. А в связи с кем об эпическом мы говорили? С Брехетом, конечно. Нам уже есть на что опереться. Помните эпический театр Брехета? Да, конечно, Пруст сейчас вертится в гробу, будучи сопоставленным с Брехетом. Они, конечно, очень непохожи, как вы заметили. Я вообще старалась по контрасту выстраивать наш план в этом семестре. Но что такое эпическая форма? Мы подразумеваем какое-то масштабное повествование, некое движение, которое видится нами с определенной дистанцией, потому что гигантский масштаб, как масштаб готического собора и форму готического собора можно увидеть только издалека. Мы увидим очертания готического собора. Такой взгляд предполагает чтение романов Пруста. Увидеть все сооружение хотя бы отдельного романа, а лучше и всего романного цикла когда-нибудь. Это, конечно, тоже важно. С другой стороны, эпическая форма, в которой разворачивается личность одного отдельно взятого человека. Эпическая форма как-то дает пристанище лирической стихии. Давайте подумаем, чем, собственно, отличается лирика от прозы, скажем. Вот чем отличается? Что такое лирическая стихия? Задумаемся. Попросту говоря, чем отличается стихия от прозы? Лирика, да, это некий экстракт. Если следовать традиционным очень представлениям, ну как раз для Пруста, наверное, мы можем опираться на представление, скажем, 19 века о лирике. Что такое лирика? Это он пытается лирическую стихию переместить в совершенно другую форму. Но само понимание лирической стихии, наверное, нам пригодится традиционно. Тогда это будет очень субъективный некий текст, субъективность свойственна лирическому тексту. Мы не читаем стихи для того, чтобы узнать, какой на самом деле мир. Вряд ли. Мы для этого, наверное, будем читать какую-нибудь статью историческую, научный текст какой-то будем читать. Это худой конец, какой-нибудь роман мы почитаем 19 века, натуралистов. Если вдруг нас посетит уверенность, что можно узнать, какой на самом деле мир. В любом случае, лирическое стихотворение мы для этого читать не будем. Значит, субъективность, эмоциональность – признак лирического текста. Чувство передает лирический текст. Лирический текст не очень хорошо годится для передачи, согласно, извините, традиционным представлениям. Сейчас я о 19 веке говорю. Так вот, лирический текст не годится идеально для того, чтобы передавать мысли. Прежде всего, чувства. И в этом смысле, конечно, тексты просто обладают, есть проявление лирической стихии, потому что в основном речь, конечно, идет не о мыслях, речь идет о чувствах, ощущениях. И глубоко субъективных. И еще свойства поэтического текста, лирического текста, о какой мы забыли. Итак, у нас есть субъективность, эмоциональность и музыкальность. Музыкальность. Лирический текст звучит особенно красиво, как правило. Ритм. Это все будет элементами, проявлением музыкальности лирического текста, согласно традиционным представлениям. Все это потом поменялось в 20 веке, но это нам сейчас неинтересно. Для Пруста это все несущественно. Вот музыкальность. И, конечно, тексты Пруста я вам очень советую, и, ну, конечно, очень могу вам советовать почитать это по-французски. Если не можете, то почитайте просто слух по-русски, потому что переводчики очень старались сохранить эту музыкальность текстов. Они действительно поразительны, эти тексты. Попробуйте почитать слух, и тогда вы услышите, что это действительно лирическая стихия. Субъективность, эмоциональность и музыкальность в крайней степени. И можем сказать, что гигантская эпическая форма вмещает в себя неожиданно вот такой удивительный эксперимент лирическую стихию. Вот получается синтез, да? Синтез эпической формы и лирической стихии. И читаем-то мы тексты Пруста, как мы, в общем, обычно читаем. Все-таки поэтические тексты, как мы лирические тексты читаем. Глупо ожидать, или да страшен, наверное, такой человек, который может прочитать 100 стихотворений в день. Представьте себе такого человека. Это, наверное, какой-то страшный человек. Я даже не знаю, как же это. Потому что, как вы правильно сказали, это экстракт. Это тексты, которых нельзя прочитать много. Мы их читаем совершенно по-другому. Мы промахнем, может быть, 10 текстов, которые нам сегодня не под настроение. Но мы найдем один и можем читать в день, например, один поэтический текст. Я даже не знаю, как можно больше прочитать. Один, который в данный момент совпал вот как-то с нами, который с нами сейчас на одной волне. Остальные мы, может быть, промахнем как-то так незаметно для себя. А один мы почитаем. И когда мы будем его читать, те слова, которые будут на листе бумаги, это будут как бы наши слова. Вот в том-то и совпадение. Что текст заговорит, в общем-то... То ли текст заговорит в нас, с нами, или не знаю, как это представить. Но, во всяком случае, это будет наш собственный текст. Мы не сможем дистанцироваться, мы не сможем его дистанцированно воспринимать. Теперь представьте себе эпическую форму, которая настроена на дистанцированное восприятие. Но насыщенную лирическими элементами, которые настроены на самое, что ни на есть, близкое восприятие. На самое, что ни на есть, эффект такого пристального рассматривания отдельных мельчайших деталей. Вот такой вот удивительный текст. Вот такой вот удивительный, кстати, и готический собор, который можно смотреть, конечно, издалека, но мало что поймешь, а будешь смотреть близко. Вот найдешь в такую галерейку на крыше, как вы видели на картине, и порадуешься. И можешь уже в течение дня больше ничего не смотреть, а только галерейку. Потому что она вдруг вот как-то совпала по миру ощущений в данный момент вот с вами. Так же и романы Пруста. Вот синтез эпической формы и лирической стихи. Мы читаем это таким вот особенным тоже образом. Хотя тексты гигантские. Помните, я вам говорила, положите книжку просто где-нибудь на видном месте у себя дома. Ну и проходя мимо, немножко еще почитайте. Тупо опять через некоторое время вернитесь к тексту. Вот такое вот странное сооружение перед нами разворачивается, сооружение этих романов. Вот впечатление. Как передаются впечатления, как выстроены романы. Тут тоже мне хотелось бы прочитать вам цитату. Просто написал это в дневниках. Что ему хотелось, чего ему хотелось достичь. Ему хотелось передать наше видение раньше, чем на него наложил деформирующий отпечаток наш рассудок. То есть передать наше видение реальности, наше впечатление раньше, чем на них наложил деформирующий отпечаток наш рассудок. То есть попробовать отразить впечатление до того, как они будут трансформированы нашей рефлексией, нашим рассудком. До того, как они будут заправлены в какие-то схемы, которые, конечно, у нас в голове имеются. И мы, наверное, тоже будем пытаться подогнать текст Пруста под какие-то имеющиеся в наших головах схемы. Это уже будет наше дело. Лучше этого, конечно, не делать, тем более, что Пруст постарался, чтобы и мы тоже воспринимали его текст соответствующим образом, чтобы и мы тоже по возможности имели мало шансов деформировать текст с помощью нашего рассудка. Кто почитал Пруста, тот заметил специфический, очень странный синтаксис Пруста. Вы заметили? Обратили, как тяжело читается. Начинаешь читать фразу... Обратили вы внимание, да? Да. Начинаешь читать фразу правильно, вы говорите, забываешь, где начало. И опять возвращаешься снова к началу, если хочешь все-таки понять, да? И снова, и снова, да? Действительно. Вот противоположность синтаксису у какого писателя? У Кавки совершенно. Вот видите, как вот мы вот прямо растем и растем. Так можем прямо сопоставить Пруста с Кавкой. Хотя оба они в это время, конечно, вертятся в гробах, потому что они очень не похожи. Вот, но мы можем себе такое все-таки позволить, да? Так вот. Действительно, очень сложный, удивительный синтаксис Пруста. Невероятно длинные предложения, как невероятно огромные готические соборы, да? Невероятно длинные предложения. И всякая иллюзия отчетливой синтаксической структуры тут же разрушается. Все балки спрятаны, текст разбит вкраплениями, какими-то пояснениями, дополнениями, сравнениями, уточнениями, какими-то вставками всех мастей, в скобках что-то еще подсказано и так далее. Текст разращивается до невероятности, пока его устройство не перестанет для нас быть обозримым. Так что он, в конце концов, действительно выглядит и даже на уровне отдельного предложения, как готический собор. Не видно каркаса сооружения, да? Это можно посмотреть, вот в Париже, в национальной библиотеке, хранятся страницы Пруста, как он работал. Можно увидеть, что он работал методом, так сказать, реклет. Я даже сказала, что есть такое, режу-клею, да? Вот текст был написан, потом части разрезаны, вставки подклеены, еще какие-то части разрезаны, еще там что-то включается в текст и так далее. И страница разрастается, и длинные страницы вот от пола до сюда хранятся Пруста, их можно и посмотреть. Вот так вот разращивается текст, как растет готический собор, как мироздание. Оно ведь тоже не обнаруживает отчетливо своего устройства и вообще никак его не обнаруживает. Так вот и текст такой же растет. То есть все сделано для того, чтобы мы попробовали воспринимать текст не только рассудком и, по возможности, как раз в основном не рассудком, а именно всем, что ли, своим внутренним миром, душой своей, да? Чтобы какая-то работа была нами проделана, не сводимая к рациональному началу в человеке. Потому что разному, как вы знаете, рассудку, да, не очень-то много веры в 20 веке. И по-всякому ускользают от рассудка литературные и художественные методы, да, по-разному. Вот у Пруста вот таким вот образом. И происходит, разумеется, ретардация чтения, замедление чтения. Чтобы работала душа, надо больше времени, чем чтобы заставить работать рассудок. Надо дать человеку вот возможность читать текст очень медленно, чтобы продуцировать в это время текст собственных воспоминаний. И создавать вот ткань как бы своего собственного мироздания, да, или выстраивать свой собственный готический собор. Пусть даже это будет какое-то сооружение из песка, да, какой-нибудь Клекерборг, как говорил Гюнтер Грасс, что-то мне вдруг вспомнилось. Ну да ладно, вот это мы потом о Гюнтере Грассе в следующем семестре поговорим. В общем, вот таким образом во внутреннем мире оказывается, все в сознании, да, оказывается во внутреннем мире, оказывается огромный мир романа. И из чашки липового чая, да, выплывает, выплывает весь городок Камбре со всеми своими окрестностями. И так возникает изменчивая материя, материя жизни, которая постоянно находится в движении, включая искусство. Искусство ведь это тоже элемент материи жизни, находящейся в постоянном движении. И мы с этой материей можем как-то соприкоснуться, да, благодаря творчеству Пруста. Вообще Пруст считал, мне очень нравится, я скоро закончу, Пруст считал, что истинная сущность искусства возникает в его текучей материи, в лучшие из минут нашей жизни, когда мы вне реальности и вне конкретного времени. И он пытается как раз для нас создать такую ситуацию при чтении своих текстов, когда мы находимся именно вне, в лучшие, когда мы попадаем в лучшие из минут нашего времени. То есть находимся вне реальности и вне настоящего времени, да, это у него получается. И закончу я разговор о Прусте, его цитатой, цитатой о своем собственном романе, вот что он сказал. Само произведение, это может быть еще поможет, да, воспринимать его тексты. Само произведение, пишет Пруст, всего лишь оптический прибор, предлагаемый читателю, чтобы помочь различить то, чего без этой книги он, возможно, никогда бы в себе не разглядел. То есть произведение, это оптический прибор, чтобы читатель рассмотрел что-то в самом себе. Узнавание читателем в самом себе того, о чем говорится в книге, доказательство ее истинности. Впечатление критерии истины, да, мы с вами об этом говорили. Вот узнавание читателем в самом себе того, о чем говорится в книге, доказательство ее истинности. Ну вот этими доказательствами можно и заняться при чтении Пруста. Спасибо, мы как раз закончили. Спасибо.